Добрый день! Я руководитель творческого объединения «Золотарник». Меня зовут Басина Нина Николаевна. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию очень интересный мастер-класс, который расцветит ваши подоконники не только летом, но и зимой. То есть я хочу предложить вам мастер-класс по декупажу обычного пластикового горшка, который вот таким вот образом будет выглядеть после того, как вы поработаете со мной. Но для начала скажу, что нужно для того, чтобы получилась вот такая работа. Значит, материалы, которые нужны нам, это пластиковый горшок, обычный пластиковый горшок, затем жидкость для обезжиривания. Это может быть любая жидкость, это может быть и ацетон, это может быть и простая водка. Я останавливаюсь на втором, поскольку все-таки пластиковый горшок, чтобы ничего не растворить. Затем нам нужно будет белая краска на акриловой основе, клей ПВА, который разведен один к двум, больше не советую разводить. Это очень хорошее такое сочетание один к двум. Далее нам понадобится акриловый лак для того, чтобы закрепить это изображение на вашем горшке. И для того, чтобы далее, все-таки мы имеем дело с водой в данном случае, и для того, чтобы изображение не стиралось дальше. И самое главное, да, это вот такая салфетка с сюжетом, которую вы выберите сами. Это может быть не такая нежная салфетка, это может быть что-то очень яркое. А может быть и вы придете к тому, что каждый цветок в вашем горшке будет, каждому цветку в вашем горшке будет соответствовать вот такое вот изображение. Это тоже можно сделать, и это тоже будет интересно. Далее, инструменты, которые нам пригодятся. Это поролоновые спонжики. Их понадобится несколько штук, поскольку после использования они быстро теряют свое назначение. И поэтому их должно быть несколько штук. Затем мягкая, мягкая добавлю, да, широкая кисть мягкая. А мягкая для того, чтобы не рвать сюжет. После того, как мы разорвем эту салфетку, она будет очень тонкая. Подготовим ее к работе, она будет очень тонкая. И поэтому вот такая мягкая кисть нам обязательно нужна. И ватный диск. Ватного диска у меня здесь нет, но ватный диск для обезжиривания. Ну, это все совсем просто. И я думаю, тут ничего такого сложного нет. Итак, для того, чтобы работать с этим горшком, я вначале его обезжирила. То есть обезжирить, это взять ватный тампончик, провести по всей поверхности, где вы будете работать краской акриловой. Просушить немножечко. И затем уже можно приступать к обработке самого горшка. Берем спонжик. Опускаем его в красочку, в белую, на акриловой основе обязательно. Вот таким вот образом немножечко подсушиваем. И начинаем обрабатывать поверхность. Здесь я уже ее обработала, потому что для того, чтобы работать дальше, необходимо просушка где-то порядка суток. Вот сутки должна обязательно просушиться хорошенько горшок. То есть обрабатываем буквально все поверхности. Здесь я взяла поверхность неровную. Для того, чтобы вы увидели, что и на такой поверхности мы можем с вами спокойно работать и не бояться ничего. Потому что горшки дома у нас, конечно же, мы не подбираем их одинаковыми. А здесь они у нас будут одинаковые за счет того, что будет салфетка такая. Ну вот, после того, как мы очень хорошо просушили горшок и основание под горшок, нам нужно просушить очень хорошо, но сутки обязательно. И вот теперь мы приступаем непосредственно к самому украшению горшка, то есть приклеиванию салфетки на горшок. Для этого нам понадобится еще клей ПВА. Не забываем про него. Он у нас разбавлен слегка. Один к двум я разбавляю. И теперь самое главное. Когда мы работаем с салфеткой, мы обязательно вырываем сюжет, не вырезаем. За счет того, что мы его вырываем, поверхность становится неровной и граница не так видна между основанием и самим изображением. Это надо учитывать, потому что очень часто бывает такая ошибка. Очень часто. Но бывают моменты, когда нужно обязательно не вырвать, а именно вырезать. Но эти моменты бывают очень редко. Это в том случае, если нам нужно именно подчеркнуть какую-то форму. Допустим, вот овальную форму очень часто подчеркивают не вырыванием, а именно вырезанием. То есть я вот так вот вырываю этот сюжет. Затем я расщепляю эту салфетку, потому что она, эта салфетка трехслойная. И нам нужен только один верхний тоненький-тоненький слой. Вот такой вот, совсем тонюсенький. Прикладываем эту салфетку к тому месту, где мы планируем иметь это изображение. И легким движением руки, что называется, очень просто. Ничего не бояться. От центра мы двигаемся к краям. Не очень быстро, но и не очень медленно, не растягивая, так сказать, это удовольствие. Мы делаем вот так. Вот так приклеиваем на... И поверхность у нас неровная, казалось бы, да? А сюжет ложится очень ровно. Вот таким вот образом я работаю со всеми абсолютно салфетками. Она тонкая, но ложится она очень хорошо. Для того, чтобы не проверить действительно, нет ли там пузырьков, я вот так вот дополнительно делаю вот так, пальчиком просто. Очень хорошо как бы прибиваю это изображение к основе. И вот таким вот образом получается сюжет. Сюжет у нас один уже есть. Сейчас покажу еще один сюжет. Тот, что у нас является основным. Он такой самый крупный, большой. Остальные только поддерживают это изображение. Только поддерживают этот сюжет все остальные. А вот этот у нас как бы такой центровой. Очень аккуратно вырываем. В общем, у меня уже большой опыт и нет проблем с этим. У некоторых людей есть. Им очень сложно вырвать сюжет. Ну, ничего страшного. Даже если там что-то немножко помнется, ничего страшного в этом нет. Опять же, отделяем только верхний слой. Иногда это сопряжено с определенными трудностями. Но не волнуйтесь. Все равно рано или поздно вы его отделите. Вот это третий слой, но есть еще и второй слой. Вот все отделяем, все абсолютно. Оставляем только сам третий слой. Той тонюсенький, третонюсенький. Располагаем его опять же на основе. Он у нас немножко не умещается. Но ничего страшного в этом нет. Мы уберем его под... В общем, мы его уберем. Разберем, уберем. Еще хочу предупредить такую вещь. Если вы только начинаете работать с салфетками и декупажем, работаете, только-только начинаете работать, то советую вам не брать большие сюжеты. Это сопряжено с определенными трудностями. Вы видите, как я убрала это все? Раз. Все на дно. Это сопряжено с определенными трудностями. Потому что очень сложно этот сюжет будет подклеить. Очень сложно сделать так, чтобы морщинок не было. Опять же, это действительно сложно. Потому что он большой. И надо иметь определенный опыт для того, чтобы... Поэтому больших сюжетов не надо. Вначале работайте маленькими, мелкими. Потому что очень красиво получаются горшки. И с мелкими деталями, и с мелкими такими рисунками. Очень хорошо они получаются. Поэтому на этом тоже не зацикливайтесь. Можно убрать это. Но можно это и оставить. Оно у вас как бы напрягает. Все равно не будет там. Оно будет там, внизу. Вот таким вот образом сделали все. Наклеили все сюжеты, какие вам требуются. Для того, чтобы горшочек вошел красиво. Можно... Я, конечно, этого не стала делать. Но можно. Вот здесь на салфетке остается очень много таких вот сюжетиков маленьких. Которые хорошо бы поддерживали этот горшочек. Можно на ободочек вот так наклеить. Но это надо делать аккуратно. Поскольку это все сопряжено с водой. То есть это надо сделать аккуратно. И наш последний шаг для того, чтобы это было и красиво, но еще и прочно. И чтобы это нам служило не один, не один-два раза, а много-много лет. Нужен, значит, последний шаг в этом деле. Это лак. Акриловый лак. Я пользуюсь вот таким в поливеризаторе. Акриловый лак матовый. Я не очень люблю глянцевый лак, поскольку он создает такой эффект дешевизны. Но в некоторых случаях он просто необходим. Но это тоже, опять же, определенные случаи. Здесь лучше, конечно, пользоваться матовым лаком. Существует большое количество всевозможных лаков. Их можно приобретать в строительных магазинах. Сейчас есть такие лаки в больших или в маленьких ведерках. Просто в ведре лак, который может быть и глянцевым, и матовым. Но тогда мы уже пользуемся вот таким спонжиком. Для того, чтобы нанести лак на работу. Опять же, просушка лака составляет где-то, наверное, сутки-двое. Что мы вообще не трогаем работу, не подходим к ней. Пусть горшочек хорошенько просохнет. И после этого мы можем спокойно им пользоваться. И высаживать сюда любые растения с любой почвой. Ну, в общем-то, и все. Я желаю вам всем, чтобы на ваших подоконниках ваши горшочки были всегда красивые, опрятные. И приносили вам одно только удовольствие и радость. Спасибо. Спасибо.